еще одно доброе утро друзья мы с вами до сих пор в мускате в его старой части сегодня мы добиваем мускат и едем дальше смотреть всякие природные достопримечательности я на какой-то вот такой вот площади это дворец аляман он пока закрыт слева он форт справа форт сейчас пойдем в правый форту что он уже открылся я слишком рано просто встаю ребята даже для аманцев походу поэтому давних все в 9 30 10 обычно открывается сейчас где-то еще 9 нет он неважно значит этот дворец ему лет 200 но всеми втором году двадцатого века он перестраивался поэтому выглядит как новодел как я понял здесь никогда никто не сидел то есть это не место где сидит султан и т.д. это просто место для проведения каких-то праздников церемоний и т.д. можно ли будет зайти внутрь хрен его знает да и переживу но вот сходить по фортикам как я люблю это просто обязательно обязательно что нужно сделать сегодня и каждый день это сходить по фортикам опять же тут это тоже типа гавани как я понимаю сейчас на этом фортике мы еще должны увидеть красивое море горки кораблики все это вот чудо-фигню который мы все с вами очень любим давайте давайте проведем этот день с удовольствием так ну чё форт алджалали который вот там вот сейчас вы его не видите который справа от дворца он закрыт только что я подошел к веселым полицейским и веке не 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 братишка нельзя но вроде сказали что можно все таки в дворец и в левый форт мне еще прикольный смотрите я не знаю на напротив солнца не очень видно но вот такие прям прикольные стены да с башенками очень стильно выглядит это министерство финансов как я понял и чё-то сильно сомневаюсь мне на эту башенку дадут забраться ну сейчас попробуем ланта зайти в дворец вот туда вот пойдем в левую часть ну да мать его тут все серьезно такие плохи стоят тот форт вообще на какой-то скале вон он какая-то маленькая лесенка туда короче я не удивлен что сюда не пускают ну пробуем в этот форт тогда в целом маманцы неплохо разговаривают на английском по-английски по-английски лучше чем я по-русски но вот здесь вот короче всех этих фортов охранники вообще еле-еле ну как я понял объяснять словами то что это все военные объекты и поэтому сюда нельзя в этот форт миране тоже нельзя там еще вдали есть какая-то фигня но я что-то начинаю очень сильно сомневаться что вообще есть смысл идти хорошие друзья просто смотрим на все это дело издали наслаждаемся напротив солнца все как мы любим гавань шмавань нет выглядит прикольно реально но чет меня никого не пускают может быть можно конечно по моему по моему есть туры на сайтах может быть с тургидом с какими-то разрешениями можно зайти но вот так вот обычному перцу типа меня нельзя хотя на гугле но пишется open close то есть нигде ничего не пишется что закрыто запрещено обычным гражданским ребятам как я ну ладно что мы любим еще также сильно как форты музеи правильно погнали туда в музей вроде тут есть музеи в которые можно зайти может быть что-то интересное увидим так я зашел в музей врата муската если вы видели врата это музей сделан очень небольшой и здесь в целом вот очень много всякой информации можно узнать подробнее про историю муската ничего в целом особенного но для фанатов более чем может быть интересно так но теперь мы вошли в следующий музей он называется байт аль зубайр здесь намного больше детей украшений для ног рассказов про то как одеваются женщины и так далее короче хотя бы есть ничего посмотреть и стоит это все дело 3.2 реала то есть где-то 650 рублей да оказывается чокеры придумали давным-давно а на Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну и напоследок, друзья, мы с вами завалились в Национальный музей Амана Здесь он, конечно, побольше всякое 14 миллиарей, два этажа Вход стоит 5 реалов То есть 1000 рублей Здесь такие вот всякие прикольные кораблики Короче, сейчас буду тут тоже все изучать Судя по всему То, что я уже здесь вижу То, что я уже здесь вижу Если вам впадло То можно только вот сюда зайти И тут вы видите, я думаю, практически все Что вам нужно А в те два музея можно вообще не заваливаться Короче, ребята, я вижу такое первый раз В своей жизни Тут есть экспонат Вот этот камень Где написано Пожалуйста, потрогайте В музее кто-то тебя чуть ли не просит Трогать экспонаты Охренеть вообще КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» И так я сделал все дела Купил пожрать Купил пожрать Продлил свой интернет Да, кстати, я не помню, говорил или нет Интернет тут стоит 20 реал в 10 дней То есть 4000 рублей каждый 10 дней Вот сейчас я продлил его еще на 10 дней Это было, как обычно, ни хера не просто Найти этот «Амантел» Блин, там с ними договориться Карточка не проходит Еще четко Постоянно какие-то проблемы Короче, ну все Я разрулил И приехал на высоты Кантап Так называемый Это вот Такой вот небольшой бугорочек Бухточка Тут даже купается И вот здесь такие огромные скалы стильные К сожалению, пока непонятно вообще Как туда залезть и откуда прыгать А прыгать хочется Можно снять лодку И на лодке проплыть Куда-то вот туда за бугор Там какие-то, типа, пещерок есть Всякая приколюха Но лодочка будет стоить, я думаю, реалов 10-15 Судя по тому, что в интернете пишут Ну и так чисто У меня на лика вообще там реала 3-4 осталось Поэтому ехать в АТМ у меня нет никакого желания Не знаю, сейчас спущусь туда Может быть с кем-то поболтаю Может быть с кем-то скинемся Может съездим Но, как вы понимаете Очень неплохое место, чтобы Попробовать полетать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, решил предпринять попыточку залезть вон туда наверх Вон, видите, там влаг Google пишет, что вот эта вот тропинка, она идет туда Там, конечно, будет немного жестковато Но я думаю, это и так видно Но, типа Это реально и будет классный вид В общем-то Если честно, сегодня все как-то впадло Уж не знаю, почему, но Я решил Попробую Ради красивых видов Вы же знаете, я готов к нам все Так, ну что, в процессике Песчаную горку преодолели Дальше каменная горка А дальше вообще хер пойми что Если честно, выглядит очень стрёмно Виды уже, как с дрона Ух Дыхалка забивается Это да Но ноги вообще нормально Я прям чувствую, как ноги прокачались за эти Несколько хайков, что я сделал Это приятно Но я чувствую Ближе к флагу Мне будет Очень хорошо Да, ребят Проще вообще не становится Просто практически отвесно Обратно будет пиздец Ебой Я это сделал Ух Черт, видите Там в мою честь даже Молиться начали Еее Видок здесь Зашибись Как раз прикольный Ядро нам прилетел Вот там вот А сейчас, смотри По другим углом Вот здесь вот Вообще кайф Не, я, конечно, весь потный И так далее Но нормально Жить можно Потому что все-таки это Подъем жесткий Но это сколько тут метров 300, 500 всего Немного Поэтому Ноги себя нормально чувствуют Я запыхался Но сейчас я отдохну Please don't touch the flagpole Но вот обратно Вот туда вот Спускаться У меня настолько нет желания Это просто пипец Наверное, можно Вот здесь какая-то еще дорожка Есть Наверное, можно типа Обойти все это дело Но это какие-то лютые километры И это хер поймет Сколько времени займет Ух Хрен знает Сейчас здесь потусуюсь И подумаю Наверное, аккуратно Попробую Ну, вниз пойду Если почувствую Что совсем жопа Тогда, блин Ну, пойду как-то в обход Хрен знает Ну, жопой быть не должно Просто надо супер аккуратно Все делать Тогда все будет Зашибись Ну, что? Я сделал это Я спустился Видно, вам нет Горушка эта лютая Осталось совсем чуть-чуть уже, можно сказать, пологая фигня Уже безопасно, поэтому можно что-нибудь вам рассказать интересного Это было долго, и это было, я уверен, очень уродливо Но это было зато супер безопасно Это нихрена как бы нелегко И там действительно прям приходится лазить по скалам Но если ты нормально, чётко себе даёшь указания не спешить И делать всё аккуратно у тебя, спокойствие такое Ты вот потихоньку лезешь И всем как бы хочу дать совет Я не профессионал, но блин, я по крайней мере такие вещи иногда делаю И ну мне кажется, я хоть чуть-чуть в этом понимаю Что действительно по херу как ты выглядишь и как быстро это делаешь Пусть тебе говорят давай быстрее там, да Или какие-то люди там идут быстрее тебя Вообще насрать на всё Ты делаешь это супер медленно, со своей скоростью, уродливо, пофигу как Главное, чтобы тебе было комфортно, чтобы ты не волновался Чтобы ты чётко видел, что ты делаешь Если слишком крутой спуск, поворачиваешься жопой и спускаешься так же, как ты забирался Обязательно проверяешь каждый, сука, камень За который ты хватаешься либо рукой, либо ногой По два, по три раза его дёргаешь, что он точно нормальный Потому что если камешек вылетит, будет очень хреново, я вам говорю И всегда держишь равновесие на трёх точках Две руки, одна нога Потом ногу ставишь Потом меняешь руку То есть у тебя всегда должно быть три точки упора И если как бы вот это всё соблюдать То даже таким непрофессионалом, как я, можно на такие штуки залезать Спокойно, безопасно, не парясь Получать удовольствие Надеюсь, вот эти вот мои такие советики кому-то, может, помогут В кого-то вселят уверенность Всем желаю прекрасных хайкингов Чтобы было легко, удобно, а главное, красиво в итоге Ха, ладно, погнали к тачке, поедем дальше Доброе утро, народ Вчера вечером было весело Снимать было не с руки Поэтому рассказываю вам сейчас, что вчера было Я в ночи приехал на этот пляж Раньше не получилось, потому что была работа, совещание, вся фигня Короче, когда я сюда приехал, здесь была уже кромешная тьма Ты пытаешься что-то куда-то ехать с дальним светом Что-то видишь, но так, не очень хорошо Ну, я такой, типа, блин, я же на патруле, мне шпухер Это же тачка может всё, правильно Поэтому я просто взял и похерачил туда вот, по песочку, к воде Потом сходим, посмотрим Сейчас пока вы видите, вот такой песочек, он твёрдый Там дальше потом идёт полоса такого рыхленького песочка По которому патрул поехал просто как по дороге И под конец, около пляжа, там просто нереальный песок И я туда забрался Ну и как вы можете догадаться, я застрял Я встал там такой, у меня просто патрул сел по порог Больше половины колеса нету И я такой, ну окей, ладно, чё Здесь за ночью, завтра с утра буду его откапывать У меня есть лопата, у меня есть трос Трос, правда, не помог бы, что-то у меня там ещё есть Через просто пять минут подбегает пять или шесть оманцев Такие, о, мужик, здорово, чё, кого, блин? Я говорю, ну застрял, такая фигня Я говорю, таки, о, давай там поможем как-нибудь, чё-нибудь сделаем Я говорю, ребят, ну ночь, типа, может завтра что-то трачат намутим Ещё сейчас-то, они такие, нормально, нормально Просто через десять минут приезжает их друган на огромном джипаре, блин И они начинают меня спасать То есть мы, джип вставает сзади, меня на лебёдку Пацаны раскачивают тачку, я поддаю сзади газком, короче, вот Вынимаем машину Но мы всё равно находимся в этом огромном песке глубоком Ну чувак, походу, этот на джипе, он всё-таки в теме Он садится за руль, я ему даю понятное дело, вот Он включает все блокировки Немножко туда-сюда ходит назад-вперёд Набирает ходы Прямо уезжает далеко по пляжу, прям на нормальных ходах И на этих ходах вылетает обратно То есть там прикол в том, что ты, типа, вот в этот глубокий песок заезжаешь А обратно тебе нужно немножко под горочку И вот как раз когда я ехал под горочку, я застрял Короче, вывезли тачку, ну не знаю, минут 15, наверное, всё это заняло Вот, я сердечно поблагодарил ребят, и ребята ушли Ну и реально, типа, оманцы, красавцы, спасибо Вот это вот, типа, арабская какая-то вот помощь, гостеприимство Я его не первый раз чувствую, и сейчас вот тоже И это, конечно, очень круто, за это вам большой респект Я могу не понимать какие-то их, там, традиции, религиозные какие-то темы и так далее Но, блин, вот за чисто, просто за человеческие вот эти вот характеристики людей Вообще, арабы красавцы Тоже, конечно, разные бывают, но в целом прибежали сразу помогать Вот Короче, это было весело, я подумал, что не буду пока дальше экспериментировать Приехал сюда, например, на песочек, вот здесь вот, короче, ночую И что, в целом я считаю то, что хорошо, что я начал застревать И делать вот такую фигню На самом деле, наверное, может быть, стоило бы это начать делать и раньше Может быть, это в Эмиратах Потому что мне нужно научиться ездить по внедорожью Чтобы, если вдруг что, ну Максимально иметь опыт и возможность выехать самому из каких-то жопных ситуаций Окей, здесь пляж, здесь народ, здесь какие-то машины стоят, сюда можно найти помощь Но есть варик, что я поеду в какие-то перди, вот И чем более я подготовлен, тем лучше Я думаю, здесь всем все понятно Вот Потому что одно дело, я смотрю много видосиков по внедорожью на ютубе Но одно дело смотреть видосики по внедорожью на ютубе А другое дело попасть в это внедорожье Потому что только я туда попал Сразу мозг отключился И такой, ну ладно, сейчас попробую выехать Забыл нахрен про пониженную Про блокировку дифа И включил их только уже когда подзастрял Про то, что можно спустить колеса Просто мне только потом чуваки сказали Я такой, блин, да вообще реально можно было просто спустить давление в шинах А у меня компрессор с собой Все это куплено То есть Мне нужно попасть в такие ситуации, чтобы начать учиться что-то там делать Сейчас, по крайней мере, я там был И я немножко прочувствовал песочек Как вот это все действует Да Как начинает машина себя вести Когда включаешь пониженную И там блокировку дифа и так далее Вот То есть Это все, короче, важно Это круто И то, что я застрял Немножко было стрёмно, конечно Но совсем немножко Потому что я понимал, что ну типа что По-любому кто-нибудь вытащит Главное вот, что да Это произошло И Я начал об этом задумываться Здесь на самом деле В Омане Как и в других песчаных странах Есть экскурсии Типа из серии Погнали в пустыни на внедорожниках То есть типа 4 на 4 сафари Ты куда-то херачишь Ну ты херачишь на На чужих внедорожниках Да От экскурсий Вот Есть Варик по идее Попробовать таким ребятам написать И сказать ребята Типа давайте Я к вам на экскурсию Только на своей тачке Поеду Вот А вы меня подучите Что кого там где включать И далее Ну вот Может быть как раз после того Как основную программу завершу Если время останется Такой фигней займусь Вот Короче было весело Ну что Давайте поглядим Где я тут подзастрял Впрочем вот здесь Вот уже такой Нехреновый песочек Достаточно Зарываешься Здесь я ехал спокойно Вон народ кемпится Сверху Короче здесь вот я ехал спокойно А вот тут видите Небольшая такая Как идет Вниз И вот там вот как раз Я туда спустился спокойно А обратно я уже застрял Не знаю Будет ли видно мои следы Не Ну так не видно конечно Ну короче вот где-то здесь Вот на этом пригорочке Когда я наверх ехал Я застрял В целом да Песочек конечно не хреновый Но я уверен Я знаю точно То что если ты нормально Умеешь водить Автомобиль на внедорожье Ты здесь проедешь Вчера это ребята доказали Вот А так вообще Пляж очень даже классный Прям Песочек Не так много народу Прям кайфово Даже волнушки какие-то небольшие Можно искупаться Сходить по идее Да Водичка теплая Прикольная Почему никто не купается Непонятно Потом я здесь разложился ночью Просто Тьма тьмущая Просто нереальная Ко мне приходило много гостей Это были животные Первая пришла лиса Я такой Ёп твою Я не думал что здесь лисы Ну кстати Это может быть он гоняет Я не думал что здесь лисы Короче есть Это было забавно Так близко я лису Помню никогда не видел Потом пришел осел Такой Прошелся тут Что-то это Видимо хотел подойти Что-то под это сожрать Но Я с грозным лицом встал И не пустил его Когда припал Достаточно большой паук Я понял что пора идти спать Ненавижу пауков Просто Потом еще Пока Залезал в тачку Еще черная кошка Прибирал Короче Интересно Интересно Хороший получился вечерочек Снимать было бесполезно Потому что реально Очень темно Ну я говорю Не до этого было Вот Но в целом Все нормально Все хорошо Все живы Мухи как обычно летают Смотрите Вороны катаются На осле Да жри-жри Я просто снимаю Не ебивала Смотрите Праздник пришел На нашу улицу 124-127 Это солнечных панелей Сейчас фигачит Давненько За сотку не было Так хорошо Прям Кайф Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что Вот мы добрались до красоты Наконец-таки Снова Дамба В Аде Дайках Смотрите Это кайф Дайках Субтитры сделал DimaTorzok Дайках Субтитры сделал DimaTorzok 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 Шаг Любое движение, да очень прикольно Но я не знаю, отклик с этим спать Посмотрим, интересно Вот, также, кстати, я сегодня днем сходил Еще раз в тренажерку Просто на гугле вбил, нашел Зашел Всего 1 реал, то есть 200 рублей Ну, тоже раздроченное, конечно, в мясо Но в целом, типа, пофигу, какая разница И покачался, и помылся Ну, горячей воды нету У них и так вода не холодная Потому что она нагревается, видимо, да, за день Поэтому Пока тема с качалками работает Я чистый, красивый Буду работать, ужинать Вся фигня Короче, я тусуюсь в этой жопе И всякие развлекухи с интернетом Вот у меня он отлетел Я, короче, тут мутил всякие мутки Я доставал Роутер, а сейчас ничего не видно, ладно Короче, я доставал его наружу, сюда Я вынимал ту антенну наверх Я достал Вторую, ой, блин Вторую вот такую антенну И поставил вместо вот этой длинной моей белой Короче, что-то я танцы с бубном туда-сюда ковырялся-ковырялся И в итоге оказалось, что вот моя какая-то вот изначальная фигня Когда одна такая антенна, а другая белая И когда это все лежит вот там вот И антенна белая стоит вверх тормашками в кармашке Это самое нормальное Вот сейчас нормально там 4-5 мегабит в секунду поймал Может быть сейчас отлетит опять Хрен его знает Ну, короче, в целом вроде как Ну, то есть это мобилка И мобильный роутер не лоят даже близко Поэтому этот роутер с антеннами по-любому до сих пор рулит Надеюсь, больше не будет отваливаться Потому что я здесь уже обосновался Мне нравится это место более-менее И я бы хотел здесь остаться до утра Субтитры сделал DimaTorzok